Вот это английский! Здравствуйте! Сегодня мы разбираем песню группы Queen под названием Another One Bites The Dust Известнейшая песня, вы её сто раз слышали А сегодня вы узнаете, о чём она Песня с сюжетом, всё как мы любим Кстати, именно Queen я сегодня разбираю Потому что за неё проголосовали в моём Телеграме Если вдруг вы не подписаны, подпишитесь на мой Телеграм Для того, чтобы сказать своё слово по поводу того, какой контент вы бы хотели видеть на моём канале И ещё личный мой Телеграм есть Я там уже всякие не связанные с английским штуки делаю Так вот, песня с сюжетом, куча новых слов, фразовых глаголов Классический, подробный разбор на канале Вот Это Английский Поехали! Давайте по кусочкам У нас вообще вся эта песня, это отсылка к событию, которое называется Saint Valentine's Day Massacre Это Massacre, это резня, побоище и в день Святого Валентина The Saint Valentine's Day Massacre И вот мы видим бандитов американских с машинганами Которые как раз устроили всё это побоище, весь этот Massacre И один из них как раз Стив Стив walks Стив идёт Идти прогуливаться Стив walks как Аккуратно, осторожненько Осторожно, осмотрительно Она настороженно поглядывала на него То есть мы чувствуем тут такое напряжение The store owner Владелец магазина Кепт a wary Вот wary, да, у нас как раз То же самое, что Warily Это как Настороженно А здесь у нас Кепт a wary eye Держал Настороженный глаз On him На нём Настороженно на него смотрел И у нас Стив Walks Warily Стив идёт Осторожненько Down the street Вниз по улице Ну не вниз, конечно, просто по улице Brim это край Но чаще всего используется в контексте именно шляп Край шляпы Вот шляпы мы видим Как раз такие же шляпы, в которых они все сидят Стив Walks Warily Down the street Стив идёт осторожненько по улице With the brim С козырьком своим Pulled Way down low Натянутым Pulled Way down low Прям очень вниз Очень сильно вниз Way down low Ещё раз Ain't Это разговорная Просто в любой форме Неважно Никакая грамматика тут не нужна Просто ain't Как не Ain't no sound Прям никакого звука Ни одного звука But The sound of his feet Кроме звука его Feet Ног Ain't no sound But the sound of his feet Ain't no sound But the sound of his feet Machine guns ready to go И вот они Machine guns Это как раз пулемёты То вот ровно то, что мы видим на этой картинке Machine guns ready to go Пулемёты готовы To go Идти, да Готовы воевать Давайте, кстати, запишем Warily В словарик Осторожно Осмотрительно Аккуратненько, да Карточки, которые я записываю Как всегда, кстати, можно по ссылке в описании Себе на телефон скачать И другие доп-материалы И другие доп-материалы Тоже там будут доступны Machine guns ready to go Ну и Machine guns давайте Тоже для коллекции Раз у нас Такая песня Machine gun Пулемёт Автомат Пулемёт Machine guns ready to go Пулемёты готовы Стрелять И тут он создаёт впечатление Как будто мы в кино смотрим Этот боевик Are you ready? Ты чё, готовы? Hey, are you ready for this? Готовы к этому? Are you hanging on the edge of your seat? Держите Hang это висеть вообще, да Свисаете ли вы On the edge of your seat? На краю ваших сидений, да То есть что уже Сидите на краешке Прям своего стула Давайте я редко так делаю Что прям большое Записываю выражение Но это я хочу Именно вот в этом виде вам дать Hang on the edge of the seat Сидеть на краю стула Ну или сидение, да Seat, не прям стул Are you hanging on the edge of your seat? Всё, сидите уже прям On the edge, на краешке Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway To the fullest To the side of the beast Out of the doorway Из дверного проёма Вот я не знаю, почему так часто любят Именно слово doorway Doorway Дверной проём А именно вот в английском Всё время этот doorway фигурирует Out of the doorway Из дверного проёма The bullets rip Пули Тоже записываем Потому что у нас такой Боевой сегодня текст Песни Bullet Пуля Out of the doorway Прямо из дверного проёма The bullets rip Пули Рип — это рвать Что-то прорывать Ну, в общем, да Разрываются пули, да Прорывают и так далее Мы понимаем Rip Вот часто с одежды используются Rip clothes Это рваная одежда Или рвать одежду Ripped clothes Да, вот рваная одежда Out of the doorway The bullets rip Прорываются пули Out of the doorway The bullets rip To the sound of the beat To the sound of the beat Под звук К звуку of the beat Под звук биения Ну, или бита Если мы про музыку говорим, да То это и есть вот этот beat Ещё раз переслушаем Ну и вот название песни Тут всё время поётся в припеве Another one bites the dust Ещё один Another one, да Про человека И вот ещё один Bites the dust Кусает пыль Ну, имеется в виду Падает на пол мёртвым, да Кусает пыль на земле Это как Упал на землю И bites the dust Кусает пыль Мордой в пол, короче, да Another one bites the dust И ещё один кусает пыль То есть ещё один лёг Да, ещё один лежит Замертво Кстати, чаще всего используется В контексте расставания Вот я заметил в сериалах Прям так и говорят часто Another one bites... Вы ещё одного отшили, да Или ещё один расстался с кем-то Another one bites the dust Bite the dust Потерпеть поражение Умереть Давайте запишем более такую Милую версию Потерпеть поражение И вот он поясняет Чтоб мы точно не ошиблись Что речь идёт про смерть And another one gun И ещё один Gun сгинул, да Всё, умер And another one gun И ещё один пошёл Hey, I'm gonna get you too Hey, я тебя gonna get you Я тебя заполучу too Тоже, да И тебя я тоже возьму Тебя тоже убью Ну это, ладно Давайте не будем переслушивать Лучше дальше пойдём Я потом включу ещё припев И тут он переключается На другую уже сцену Возможно, так как это был St. Valentine's Day Massacre В день Святого Валентина Это, может быть, это сцена Которая происходит рядом с тем Где идёт как раз эта перестрелка How do you think I'm gonna get along? Как ты вообще думаешь I'm gonna get along? Я собираюсь жить дальше, продолжать Ну вот, вообще, да Get along Ладить, справляться с делами Поживать Ну то есть, что-то делать How do you think I'm gonna get along? Как ты думаешь, я буду вообще Давайте запишем Справляться с делами Так как нам именно это попалось Как мне вообще Что мне делать дальше? How do you think? Как ты думаешь I'm gonna get along? Я буду дальше дела делать How do you think I'm gonna get along? What I do when you're gone? Without you Без тебя When you're gone Когда ты Gone Как у нас здесь было And another one Gone Вообще, это третья форма Go Go идти, да Уходить Go and gone And another one Gone Там было И ещё один ушёл Пропал, да И тут Without you When you're gone Без тебя, когда тебя не станет Ну или не станет Либо физически Либо рядом со мной Тут явно между Влюблёнными разговор идёт Про расставание Поэтому Without you When you're gone Без тебя, когда тебя не будет Со мной То есть How do you think I'm gonna get along? Как ты думаешь Я буду делать дела? Without you Без тебя When you're gone Когда тебя не будет Тут такое сложное выражение Took me for Взяла меня за Everything that I had Всё, что я имел Или я тебе давал Всё, что у меня было Можно так сказать Ты брала у меня Всё, что у меня было You took me for everything that I had You took me for everything that I had Вот есть вообще выражение Допустим Take for granted Приходит в голову мне Воспринимать как само собой разумеющееся Принимать без доказательства И так далее Take for Вот мы видим Здесь в похожем виде Take for granted Воспринимать как само собой разумеющееся И тут You took me for everything that I had Ты воспринимала меня For everything that I had За всё, что у меня было Ну, в общем, постарайтесь Прочувствовать значение Даже, а не понять And kicked me Kick – это пинать буквально Kicked me out Выпнула меня Выкинула меня Out Наружу On my own На мой Ну, то есть Сам по себе Теперь, да On my own Kicked me out Давайте запишем Kick out Это выпнуть кого-то Выгонять Увольнять Да, выкидывать И так далее On my own Сам по себе Да, теперь я самостоятельно You kicked me out Ты выкинула меня On my own Типа на произвол судьбы Да, теперь я сам по себе Are you happy? Ты чё, рад? Ну, и рада ты теперь Are you satisfied? Удовлетворена? Satisfied Тоже классное слово Звучит просто шикарно Satisfied Отсюда же satisfaction Удовлетворение Satisfied Ну чё, ты удовлетворена? Are you happy? Рада? Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? How long can you stand the heat? Как долго ты сможешь Stand the heat? Тоже запишем выражение Stand the heat Переносить жару Stand Вообще в прямом смысле Это стоять Но когда в выражениях Как правило Это значит выдерживать что-то Stand the heat Переносить жару буквально Как долго ты сможешь Stand the heat? Переносить вот это напряжение Или расставание Это ссоры How long can you stand the heat? Долго ты сможешь так протести? How long can you stand the heat? I don't know Вот И тут возвращаемся К этой первой сцене Да, возможно Они обе связаны Out of the doorway The bullets rip И из дверного проема Пули rip Рвут, да Пули идут To the sound of the beat Под звук этого бита То есть мы видим Что второй куплет Это как раз диалог Через дверь Кого-то, судя по всему Его выпнули Kicked out of the apartment Из квартиры И вот он стоит В этом коридоре И заканчивается Все не лучшим образом Что Out of the doorway The bullets rip И вот в дверной проем Пули Rip To the sound of the beat Под звук бита Еще раз прислушаем Второй куплет Субтитры сделал DimaTorzok Мотаем на третий куплет И разбираем There are plenty of ways Есть plenty of ways Множество путей Plenty of Это много чего-то Ну вообще он plenty Произносит Его когда как Когда сти Когда без сти Plenty Plenty Ну-ка, а он Plenty of ways Практически говорит Есть plenty of ways Множество путей Множество способов There are plenty of ways You can hurt a man Которыми ты можешь Hurt a man Повредить мужчине То есть Как ты можешь сделать больно Мужчине And bring him to the ground Тоже опять у нас выражение Bring to the ground Можем в принципе вдуматься Да, принести To the ground На землю Ну опять же Убить практически Да, опустить на землю Bring to the ground There are plenty of ways You can hurt a man Многое из способов Сделать больно мужчине And bring him to the ground И прижать его к земле Да, опустить на землю И вот что можно сделать С мужчиной You can beat him Ты можешь побить его You can cheat him Ты можешь изменить ему Да, или обмануть его Чить Тоже в зависимости от контекста Если мы видим, что Речь идет про экзамен Или про бизнес Какие-то дела То это обманывать Если про отношения Между мужчиной и женщиной То это изменять You can beat him You can cheat him Ты можешь побить его Можешь изменить ему You can treat him bad Можешь вести себя с ним Bad Плохо Treat Давайте запишем это Обращаться как-то с кем-то Либо с животным Либо с человеком Не важно Treat Относиться как-то You can treat him bad Ты можешь относиться к нему плохо And leave him И покинуть его When he's down Когда он как раз Внизу там и лежит Вот Но он такую сильную позицию занимает Говорит But I'm ready Ну я готов Yes I'm ready for you Да я готов к тебе I'm standing on my own two feet Я стою On my own На моих собственных Two feet Двух ногах И оператор Показывает нам Ноги Меркури Чтоб мы поняли Визуально О чем речь Опять On my own На моих собственных I'm standing on my own two feet Я стою на своих собственных Двух ногах И вот мы видим Логичное продолжение То есть это как раз Про этого мужчину Который стоял в коридоре Про него идет повествование Что по-всякому Можно Hurt a man Причинить боль Мужчине And bring him to the ground Beat him Cheat him Treat him bad Бить Изменять Плохо обращаться И вот несмотря на то Что он говорит But I'm ready Yes I'm ready for you I'm standing on my own two feet Стою на своих ногах Out of the doorway The bullet's rip Из дверного проема Пули летят Repeating the sound of the beat Повторяя звуки Бита Ну это он На всякий случай Если мы не поняли О чем речь Он нам говорит Shoot out Это перестрелка Вообще в одно слово Давайте ее сделаем Shoot out Перестрелка Shoot out Shoot out Ну и собственно все Давайте еще раз Быстренько по словам пройдемся Я вам заново все запущу Wherely Осторожно Осмотрительно Это наш главный герой Да идет Стив Стив walks Wherely Down the street Аккуратненько идет по улице With the brim pulled Way down low Прям очень-очень вниз Опущен его Brim Кстати не записали мы Brim Край поля шляпы Да про шляпу именно Когда речь идет Вот прям как на этой картинке With the brim pulled Way down low Machine gun Пулемет Hang on the edge of the seat Сидеть на краю стула Это он спрашивал Are you hanging on the edge of your seat? Что сидите уже на краешке стула Doorway Out of the doorway The bullets rip Из дверного проема The bullets rip Рвутся пули Bullet Как раз пуля Bullet Далее Bite the dust Потерпеть поражение Кусать пыль Кусать пыль Буквально Лежать лицом на полу И кусать пыль Get along Справляться с делами Ну или если когда про людей Или животных говорят Что они друг с другом Get along То это значит Они ладят друг с другом Но там в нашем контексте How am I gonna get along Without you Было Да Как я без тебя буду справляться Kick out Вышвыривать Выпнуть Вот прям ровно Как в нашей истории Да Одного выкинули из квартиры On my own Самостоятельно Сам Сам по себе Ну и часто Да В негативном контексте И у нас было Типа Как я буду Да On my own И еще I'm standing on my own Two feet Стою на своих собственных Да Сам стою на своих двух ногах Satisfy Удовлетворять Соответствовать Are you happy? Are you satisfied? Чё, довольна? Рада? Удовлетворена? Давайте соответствовать Уберем даже Просто удовлетворять Satisfy How long can you stand the heat? Как долго ты сможешь Stand the heat? Выстоять в этой жаре Как долго ты протянешь Это так без меня? Plenty of ways There are plenty of ways You can hurt a man Есть куча способов Причинить бой мужчине Да, множество способов And bring him to the ground И опустить его на землю Ну это в прямом смысле Да У нас, конечно, в переносном Cheat You can beat him Можешь побить его You can cheat him Можешь изменить ему Вот у нас сразу Про измену картинка You can treat him bad Ты можешь относиться К нему плохо Плохо себя с ним вести Ну слово treat Ещё есть значение Лечить Но у нас здесь Вот про такой treat Да You can treat him bad Можешь плохо к нему относиться Shoot out Перестрелка Shoot Стрелять Shoot out Когда друг друга стреляют Все доп. материалы К этому выпуску Доступны по ссылке В описании И там же ещё есть Эксклюзивный контент В виде фразовых глаголов И роликов, которые были забанены На ютубе А теперь давайте Пересмотрим заново Весь клип Уже понимая полностью О чём в нём поётся Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо большое за просмотр С вами был вот это английский Подпишитесь А то не дай бог пропустите Какой-нибудь интересненький Новый выпуск Пока